Для всех обладателей и любителей крупных воблеров, которые ну никак не могли найти себе жилище внутри какой-то рыболовной коробочки, сегодня будет озвучена очень приятная новость. Меня зовут Куцей Сергей и я рад вас приветствовать на канале Матолог Воблеров. Непосредственно о воблерах мы сегодня говорить не будем, но будем говорить о домике для них. Почему? Потому что свершилось. Наконец-то. Очень жаль, что имя этой коробки не каталог воблеров, а Big Bait. Но тем не менее, конкуренты тоже красавчики, молодцы. Пока мои производители долго думают, занимаются ерундой, выпускают кривые коробки под 120 воблеры. Конкуренты мыслят правильно. Вот этот воблер и все реплики на него замечательные. Воблер Мегабас Каната 160F никак не мог себе найти жилище. А теперь за небольшие деньги он комфортненько себя чувствует внутри этой коробки Big Bait. Другие воблеры, которые имеют меньшие заявленные размеры, Long Bill. Полноразмерная реплика также на него от Birking. 130 мм, но длиннющая лопата, и никуда он нормально не уменьшался. Можно было, конечно, там покурочить коробочки, немножко повыпиливать отверстия, чтобы хвостики выглядывали. Но теперь есть вот такая коробка, которая без проблем решает все эти задачи. Так, чик. Ее производство полностью осуществляется в Украине. Первое, о чем хочется сказать, и нужно, наверное, сказать, немножко так уныло буду во всем рассказывать, потому что, ну, Гавриил же, ребятам, все мысли свои я дал, там, все, давайте, давайте, вот так и так. В таком же форм-факторе. Одни ячейки для крупных воблеров, другие для мелких, все, ну, ааа, так классно должно было быть. И тянут, и тянут, и никак не выпустят. А тут хопы есть, и все. Ну, такое. Деньги. Шесть небольшим долларов. Коробка, которая легче по факту, меньше по размерам, с Алиэкспресс выходит 10 долларов. Здесь есть определенные плюшки, которые отличают эту коробку от китайских. Их озвучу. И, по факту, дешевле. Ну, и самое главное то, что вот крупные воблеры и та же каната всегда без проблем влажатся. Продолжим габаритами. Размеры важны для тех, кто транспортирует этой коробки внутри сумочек, либо рунточков. Какие-то размеры необычные. Они отличные от тех, к которым мы привыкли. И какого клубяного, это другие размеры. И вот такие все коробки, это другие размеры. Если где-то нужно, чтобы коробочка вмещалась, то слушаем внимательно. 300 мм, это 30 см ее длина. 210 мм, это 21 см ее ширина. И 48 мм, либо 4,8 см ее высота. Габариты необычные. Она длиннее и немножко шире, чем большинство привычных нам коробок. По застежке. Все китайские коробочки, китайского производства, скажем так, имеют вот такие отдельные небольшие застежечки. Здесь они фиксируются хорошо, потому что все я это доводил к лоскоглубцами. Здесь все по дефолту, ничего я не делал. Стоковая, в общем, застежка. Одна широкая. Были жалобы, да, отдельные маленькие, потому что цепляются, можно сломать. Здесь одна широкая. Ну, не знаю, мне пока проблем не было. Вот такая она вроде бы деликатная, но при этом она такая немножко аж какая-то резиновая. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы она не ломалась. Ее повышенная такая эластичность открывается достаточно легко. Здесь нужно толкать от себя. У короткий каталог воблеров 160-14 нужно было на себя давить этот рычажок. Железобетонная застежка, которая самопроизвольно, наверное, никогда не откроется. Но с этой вроде бы проблем пока что нет, тоже не было. Застежка вроде бы сделана недавно, как минимум. Так, пройдемся еще по моментам снаружи. Есть у нас отверстия для стока воды. Достаточно широкие, но смотрите, какая штука. Если где-то в сырую погоду вы оставите коробку с этими отверстиями, с влажными, мокрыми приманками на какой-то длительный срок, все поржавеет. Заводные кольца ржавеют моментально, тройники тоже поржавеют. Потому, сколько бы здесь не было отверстий, вода сходит через них. Летом воблеры не нуждаются в просушке в теплую погоду. В сырую, либо низкая температура. Все это дело нужно все равно сушить, потому что поржавеет. Есть продолжение вот такой выпирающей крышки, которая хранит вот эти петли. При падении коробки петли самое слабое место. Здесь это все продумано. Вообще очень много схожостей, конечно, с коробкой каталог воблеров 164. Но мы здесь не разбираем моменты, чем схоже, чем отлично. Просто констатация факта. Далее открываем нашу коробочку. Длина ячейки внутри это 180 мм. Если длина тела воблера плюс длина лопатки менее 180 мм, он сюда по длине войдет. Но длина воблера это один момент. Есть еще важный критерий, как высота тела. Вот мегабаска на таблату коробочку уже ложится в аккурат. И крышечка ее уже немножко прижимает синий воблер. Почему сделано так? Я сразу там немножко возмущался. Говорю, ребята, нужно было на пару миллиметров делать бортики выше. Но маркетинг такая штука. Каждый хочет, чтобы его коробки были максимально универсальными и продавались. У меня каталог воблеров 164 для более мелких воблеров есть. Но не объяснили так. И я в принципе с этим полностью согласен. Тяжело будет найти человека, у которого там десяток этих же самых канат. Если человек купит такую коробку, то ему нужно будет сюда складывать и 130 воблеры. Допустим, 128 дамок склад. И более мелкие, соточки, 110. Вот 110 по высоте ячейки еще чувствует себя нормально. Крючки находятся внутри ловушечек вот этих для крючков. И если поболтать коробку, они не выскакивают. То есть воблер царапать не будут. Если же поднять эти бортики было выше, чтобы каната там себя посвободнее чувствовала, то вот эта мелочь бы отвалилась. И количество покупателей уменьшилось бы. Коробка стала немножко менее универсальной. 110 и соточки ложатся нормально. Здесь очень удобно можно по 200 десяточки класть без проблем. И сказал, что габариты необычные. 30 сантиметров ее длина. Здесь не 7 ячеек, как обычно, под воблеры, а 8. Коробка двухсторонняя. И если в каждой ячейке будет по одному воблеру, то у нас получится возможность хранить и транспортировать 16 воблеров в одной коробке. Так, прочности. Материал немножко отличается от материала, который используют для производства каталог воблеров 160-14. Но толщина стенки 1,8 миллиметра. Для примера, вот эти коробки по надежности вроде бы более-менее. Все знают китайские эти коробочки, как бы, ну, вопросов не было вроде бы таких частых. Чтобы они там ломались, бились как-то. Ну, да, со временем, когда уже этой коробке 8 лет, то, конечно, страдают они уже, доживают свое. Но, тем не менее, толщина стенки, крышек, корпуса здесь 1,2 миллиметра. Здесь 1,8 миллиметра. Давайте, наверное, покажу. Я уже все замеры просто проводил. Очень хотелось к чему-то приколупаться, знаете, найти какие-то слабые места. Потому что, как-никак, конкуренты. Но этих слабых мест, где мой ноль? Эх, не вижу. Ага, вот он. Да, неудобно как-то будет вам показывать. Ну, сейчас постараюсь. Так. Еще и на изгиб попал. Тут чуть больше показывает. Ну, в общем, получается 1,9. Но здесь везде по периметру 1,8 миллиметра. Толщина стенки. То есть, по прочности эта коробка должна быть очень достойной. Материал достаточно эластичный, в отрицательную температуру, либо близкая к отрицательной. Не знаю, там 0 было, может, минус 1 на рыбалках было. Брал эту коробку. Ну, вопросов никаких пока что не возникло. Вес этой коробки полкилограмма. Конкретно этот образец весит 501 грамм. Вроде бы все рассказал по коробке, да? Ценник, озвучил все моменты, что сюда ложится, что не ложится. Вроде бы, да. Так что, друзья, вот такой вот обзорчик. Вопросов просто реально насыпали. Наконец-то там коробка, каната, все. Как попрыгать по ней, пробовал. Вот эта тема. Каталог Ублером, когда люди покупали 160-14, очень часто фотку присылали в Фейсбуке, как стоят сверху на ней. Становиться так же можно, без проблем. Есть запас прочности. Машинами еще не ездили. Да, в принципе, это мне и не нужно. Это все-таки конкуренты постоянно этим занимаются. Ну, в принципе, коробка кажется такой добротной. Один момент. Здесь у нас пластик не прозрачный, здесь прозрачный. Ну, вот эти производители там доказывают, что прозрачный пластик это более дорогой пластик. Это удобно, там видно приманки. Но вот опять же, смотрите, друзья, с этим многие не соглашаются, наверное, не зная того, что одни воблеры соединяют между собой с помощью там растворителей, допустим. С помощью клея, с помощью вибраций. Ну, очень разные есть методы. Чем дешевле воблеры, там они клеятся между собой. И клей этот может быть разного качества. На солнце, ну, не только самые дешевые. У Эспир, Удра, другие воблеры. Когда на такие поверхности попадает вода, она формирует словно линзу. Эта коробка, конечно, если ее часто возить на рыбалке, вся потрется, будет много царапин. И вот, ну, такой небольшой спор, там не доказывает, что не будет никогда здесь линзы. Я на собственном опыте это прошел. Многие люди мне отписывали после определенного видео, которое я выпускал на канале. Потому не повторяйте чужих ошибок. Либо это все специально там нулевочкой затереть нужно. Либо покрасить маркером, либо еще что-то. Потому что на жаре там свыше 45 градусов, вот плавятся воблеры, плавятся и все. Есть такой момент. Во всем остальном, не дать мне взять, конечно, коробка, как по мне. И решает очень важный вопрос хранения 160 мегабас канады. По ссылке в описании их можно купить за те деньги, которые я вам озвучил. Не знаю, как на других рынках, на рынке России, Белоруссии, Литвы, Латвии. Не знаю, друзья. Логистика таких товаров очень дорогая. Коробка большая, объемная. Ее доставка дорогая, даже с Алиэкспресс. Если вы обратите внимание, там коробка стоит 3 доллара 50 центов и 7 долларов стоит доставка. Потому не знаю, как она будет поступать на другие рынки, либо не будет. И, в принципе, это совершенно не моя задача. Но в Украине есть вот такое уже маленькое решение для транспортировки и хранения мегабас канады. Всем большое спасибо за просмотр. Пока у нас такое межсезонье, ни льда нет, ни воды нет. Буду снимать вот такие обзорчики. И там есть еще у меня новенькая Риобио Кусима. Шиманы SLX DC. Что там, Страдик пришел. Вроде бы там обещали. Друзья, с Васией новый Твин прислать. Но посмотрим, как будет. Буду потихоньку делать обзорчики. Всем большое спасибо за внимание. Всем не хвастанить шеи. И до скорых встреч.